В первую очередь нужно не паниковать, встать в проем между дверями и нужно просто дождаться взрослых, если ты маленький ребенок, и все, ждать новостей каких-нибудь. Во-первых, необходимо встать в проем между дверью, так же, как учат нас спрятаться под стол, желательно выбежать на улицу, если успеешь. Необходимо взять паспорт, ННН, ну это не обязательно, медицинские, да, вот она зеленая есть. В этой ситуации нужно брать самые важные документы, то есть паспорт и выходить по лестнице пожарной из дома. Почему по пожарной? Ну потому что в лифт нельзя, в случае землетрясения там может поломки какие-то произойти. Я приехала с Ташкента, я знаю, как себя вести. Ну вообще под косяк дверной встают. Бежать бесполезно, лестница быстрее всего рушится. В первую очередь от здания отойти, чтобы, если что не накрыло, там, ну как-то так, короче. Ну вообще, я так думаю, если вдруг какой будет толчок, ты уже не будешь думать, как тебе быть по ситуации. У тебя уже будет, просто ты испугаешься и начнешь делать совсем другие, что-либо бежать куда-нибудь, не знаю, как первая реакция. В такой ситуации нужно как можно быстрее покинуть помещение, потому что, ну мало ли там к чему приведет. То есть есть ветхие дома, которые могут обрушиться даже от незначительных толчков. Мне кажется, как бы, все равно как бы держать все документы, деньги, какие-то там медицинские, какие-то нужные лекарства в одном месте. И в случае вот такой ситуации просто оперативненько покидать помещение жилое.